Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам возможность такую еще раз предстать пред лицом Господним, чтобы, собравшись вместе в молитвенном доме, выслушать Слово Господне, потому что оно нам нужно будет для того, чтобы в последствии этим Словом Господним измирать свои пути. И откровение оно, я уже один разбор у нас был, получилось так, что был праздник как раз в среду, уже не было разбора. И сегодня тоже могло бы не быть, но перенесли совет лепископов на завтра, поэтому сегодня есть возможность, чтобы провести этот разбор. Поэтому это особенная книга, это книга, которая говорит о будущем, о настоящем. И она, наверное, самая сложная, я еще раз повторяю, что существует самое, наверное, наибольшее количество мнений по поводу последнего времени, по поводу восхищения Церкви, по поводу других вопросов. И, наверное, все-таки последнюю точку в этих рассуждениях поставить само пришествие Господа. А так, наверное, сколько мы будем, то будут различные мнения, будут различные взгляды. Естественно, кто-то будет прав в своих взглядах, кому-то придется отвечать за то, что неправильно учили. Вы хорошо понимаете, что отклонение от учения – это одно из самых больших преступлений. И я просто еще раз хочу напомнить то, что неоднократно повторял. Мы сегодня, наверное, думаем, ну, как, кто понимает – это ладно. А понимать – это одно, а учить – это две разные вещи. Мы можем понимать по-своему все. А вот учить – должны чувствовать, что мы понимаем, а что мы не понимаем, что знаем, а что не знаем. И я просто напоминаю еще раз, что за два греха апостол Павел хотел предать сатане и предал имение Александра. Помните? Это одного блудника. Говорил, что я его решил предать сатане и возмождение плоти, потому что там его покрывали, не принимали меры. И принял эти меры, предал сатане и возмождение плоти имени Александра за ложные учения. За то, что они учили, что воскресенье мертвых уже было. Вот понимаете, насколько это все-таки важно и насколько это небезразлично перед Господом. Как мы понимаем, как мы учим, как воспринимаем, потому что все-таки неправильное учение – это грех самый настоящий. Мы-то не считаем его грехом. Мы же там, ну, то мое мнение такое, я так понимаю. А на самом деле, все-таки, кому-то придется отвечать за это. Потом апостол Павел говорил, что немногие, братья мои, делать с кем? Учителями. Потому что мы подвергнемся большему осуждению. И поэтому я, может быть, в прошлый раз повторял, может быть, где-то раньше, когда другие темы проходили. Вы помните, я сказал одну такую истину, которую не я ее придумал, то один из богословов сказал. Когда вот речь шла о множестве динаминаций христиан, говорю, да, это же богословы наделали. Это же наделали умные люди. Потому что родовой член церкви, он никогда учения нового не создал. И никто его слушать не станет. А слушали тех людей, которые были в авторитете, но которые почему-то вот не знали некоторых истин священного писания. И они остались богословами. Но насколько сегодня много разногласий в различных родах вопросах. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня были очень внимательны. Ну и некоторые вопросы, которые, может быть, неудобно приемлемы, ну, приняли его внимание и оставили на дальнейшее время. Мы очень часто способны враждовать даже по поводу того, что один так понимает, и другой понимает так. Но этого не должно быть. И апостол Павел в послании к Каринфианам, если я не ошибаюсь, сказал так, что надлежит между вами быть и разномышленным. И для чего? Чтобы открылись между вами кто? Искусные. Речь не идет искусственные или обманутые, а люди искусные в слове, люди искусные в преподавании или в изложении того, что они дают людям. И потому они всегда есть. Эти недоразумения были. Ну и, наверное, и в сегодняшний день мы будем рассуждать. И не все у нас будет один к одному. Не все будете понимать, так как я понимаю. Ну, хотя я не буду навязывать, но я буду аргументировать что-то. Поэтому Откровение – самая сложная книга. Но будет и то, о чем у нас никак не будет недоразумений и сомнений. Это вся эта Библия или вот эта книга, она будет учить нас жить святой жизнью. А в этом вопросе уже как правило вопрос не недоразумений. Священное Писание довольно конкретно и сильно говорит об этом. Но я уже не раз говорил, такую фразу произносил. Иногда нам невыгодно понимать правильно. И мы стараемся чем подальше не понимать. Ну, это уже будет наша проблема. Это будет то, что нам присуще. Но в вопросах святости, в вопросах хождения перед Господом, я думаю, что Господь дал ясность каждому, даже самому простому члену церкви. Поэтому я просто напоминаю о том немножко и обращу некоторого внимания на некоторые стишки Священного Писания. И особенно обращаю внимание вот этой первой главе и одиннадцатым, восьмым стихом Ян говорил или передавал слова Христа, которые он нам передал. Он сказал, что «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Это сегодня очень важно, потому что во всяком деле, тем более в судьбе мира, тем более в нашей судьбе, когда у нас что-то не совсем получается, не все так, как хочется есть, что хотелось быть невидимым, может быть, что какие-то помехи есть сильные. Но вот здесь Господь говорит, что «Я есть первый и Я последний». И как бы враг не ступал на душу, что бы он ни делал, все-таки последнюю точку будет ставить Господь Иисус Христос. Он сказал, «Я есть первый и Я последний, Я есть начало и Я есть конец». Мы-то часто думаем в наших трудностях, что уже ничего переменить нельзя. И да, есть такие жизненные ситуации, когда по-человечески разрешить нельзя их. Как ты их не разрешаешь? И так нарушение Слова Господня, и так нарушение Слова. И как тут делать? И трудно очень. Но все дело в том, в таких вот трудных жизненных ситуациях Господь может миловать, Господь может прощать, Господь может менять. Он ставит последнюю точку. Это мы должны знать, твердо помнить и уповать на это. Потому что последнее Слово всегда будет за Господом. За что? Конечно, Ему слава и благодарение. И Он об этом напомнил. Вот в самых первых, так сказать, истинах своего откровения, что «Я есть первый и последний, Я – начало и конец». Потом мы обращали внимание, я, правда, на этом не останавливался, на одной такой истине, это в седьмом стихе, «Сех родят с облаками, и узрят Его всякое око, и те, которые пронжили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Аминь». Я просто, когда мы будем рассуждать, просто будьте очень внимательны, и я очень буду рад, если вы найдете где-то место Священного Писания, где написано о тайном пришествии Господа. Вы меня хорошо слышите? Я буду очень рад. Не толкование, толкование я на любом месте возьму, обратить внимание, сказать, это тайное пришествие. А вот, где вот это написано? Просто будьте очень внимательны. И вот здесь, что написание говорит, «Сех родят с облаками, и узрят Его, кто узрят? Всякое око». И, по чему-то, еще одна сторона, «И те, которые пронжили Его». Вы помните другое место Писания, когда в деянии апостолов Иисус Христос возносился на небо. Вы помните слова Ангела, что вы стоите и смотрите на небо. «Сей Иисус, Который вознесся от вас, придет как? Точно таким же образом». Вы найдете еще не одно место Писания, если вам скажут, что Иисус Христос где-то вот там и здесь. Помните это место Писания? Или скажут, что Он у потаенных комнатах. То что? Не верьте. Ибо как молния блистает от востока, и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. И ни о каком третьем пришествии нигде Библия не говорит. Два пришествия. Первое, когда Иисус Христос родился на землю. И второе, когда придет взять искупленных от земли и судить мир. А это будет одно и то же явление, только разные фазы одного и того же дня. Конечно, восхищение церкви никто не увидит, почему оно будет мгновенно. Мгновенно. А мгновенно мы не можем фиксировать. Мгновенно раз и нет. Но вот само явление, само явление, оно будет открытым. Оно будет открытым. И вы помните, я не раз говорил, когда, значит, читаем Священное Писание, как был взят Илья на небо. Помните, его судьба, это судьба церкви. Тридцать с половиной года дождя не было на земле. Сорок два месяца, двести шестьдесят дней, это время великой скорби. Значит, тяжелое время для жителей земли будет. Почему Илья прообраз в церкви? Это прообраз в церкви последних дней, которых пришествие Христа застанет в живых. Когда богословы спорят, говорят, что Илья, это прообраз в церкви, а Илья, это прообраз народа израильского, это вот два человека, которых взяты бы живым на небо. То я не нахожу, что Бог народу израильскому дал когда-нибудь обещание, что они будут взяты живыми. Есть такое, я, например, не нашел. Вот это обещание, не претерпеть смерти, только относится к тем христианам, которых пришествие Христа застанет в живых. Еврей, если он ходит во спасение, он уже идет не как еврей, он идет наравне со всеми. Нет уже ни иудея, ни елина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, а что, но вообще вы одно во Христе Иисусе. Может быть, это сегодня звучит странно, вы можете не верить этому, можете по-своему понимать. Я думаю, только воевать не надо. Можете оставаться при своем мнении. Один из братьев сказал так, когда ему по одному поводу сказали, слушай, так это же не совсем так, он говорит, а мне не надо, меня устраивает так, как я понимаю. И мне больше ничего не надо. Поэтому, если кого-то устраивает так, как понимает, можете так и понимать, но мне все-таки хочется понимать так, как написано. Я здесь где-то найду, что о тайном, о третьем пришествии Христа, я тут же попрошу вас прощения, извинюсь, скажу, но я пока что не нашел, я по-другому не могу ничего говорить, я просто читаю то, что написано. Все грядет с облаками и узрит его всякой окун и те, которые пронжили его, возродают перед ним все племена земные. Почему я об этом говорю? Я думаю, для тех, кто постоянно посещает разборы, не будет новым, потому что вы знаете, что церковь на суд не приходит. И вот как раз вот этот день, вот это явление пришествия, это для суда, но как церковь на суд не приходит, когда трубит последняя труба, возмещающая изъявление семи чаш гнева Божия, то церковь восхищается землей. То есть человеческих дней будет два. Один, Господин, это день нечеловеческий, он умещает много дней. Ибо у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Там немножко смысл расширенный, на что я сегодня обращаю внимания, потому что Петр так сказал, одно то, не должно быть сокрыто от вас возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет. Вы помните его изречение? Вот почему он говорил, что мы ожидаем пришествия дня Господня, когда восприненные небеса разрушатся, и разгорелшие стихии растают. То есть это разных два дня, то мы этого не ожидаем. Мы ожидаем чего? Восхищение церкви, правда? Вы меня хорошо слышите, понимаете? Мы же не ожидаем, когда небеса рушатся. Мы ожидаем восхищения церкви. Если бы сегодня Петр сказал, сказали бы, брат Пяти, тебе надо поучиться немножко. Ты не совсем правильно понимаешь. Там надо тебе кое-что кончить. Но Петр не ошибался. Он прекрасно знал, что когда будет возвещаться день суда, когда в течение этого дня действительно все это произойдет, но церковь не будет оставаться на этот день. Она будет восхищена. это два события одного и того же дня. Но в первое мгновение человеческого дня, из которого начинается длинный день, Господин, церковь забирается с земли. Вы помните ни одно свидетельство? Говорит, в день, в который лот вышел из Содома, провелся дождь огненный и черный. И в день, в который Ной вошел в ковчег, пришли воды потопа на землю. Я ничего не напутал. А вы помните, как написано? В тот же самый день, когда мы читаем Малахию, там найдем еще более конкретно. Вот приходит день, пылающий как пеш, и все поступают нечисиво и надменно, будут как соломы, и попали в городушный день. А для вас, благоговище под имя моим, зайдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и взыграть концерты упитанные. Опять, одно явление. Одно. Для одних будет пылающая печь, а для других радостный день, день избавления. И вы нигде не найдете, когда речь идет об этом дне Господнем, что-то будет два, один. И Господь неоднократно, например, повторял о том, что вот оно так будет. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я просто хотел бы, чтобы вы просто не спорили на эту тему. Почему я сказал сразу, а уже кто прав, кто виноват, уже само пришествие покажет. А до этого времени, наверное, и будем спорить вот так. И будем спорить вот так. Ну, кто-то окажется неправ. Поэтому я просто обращаю внимание на то, что написано. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, содержитель. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Посмотрите, что должно быть присуще нам, и чему не стоит удивляться. Чему мы стали причастниками? Мы бы хотели быть только причастниками радости, которая в Царстве Небесном будет. Только причастниками того, что для нас приемлемо, чем мы ожидаем каждый день. Но Писание говорит, чтобы стать причастником той радости вечной и вечной жизни, то сначала надо стать причастником терпения, скорби и так далее, и так далее. Я, брат ваш, и соучастник в скорби и в Царстве и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Я в прошлый раз обращал на это внимание. Это две стороны нашего современного служения. Это Слово Божие, а Дух свидетельства, что является Духом Семьего или кто? Свидетельство Иисусова есть кто? Есть Дух пророчества. Я еще раз читаю этот текст Писания. «Был на острове называемом Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в Духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Я обращаю внимание, я был в Духе в день воскресный. Мне после разбора кто-то подошел и сказал, что подлинники в самом деле есть разница в переводе в подлиннике и здесь, потому что перевод это творческая работа. Один к одному не получается, упускаются некоторые детали. Он говорит «День Господень или суббота». Здесь написано «День воскресный». Здесь правильно переведено, потому что я не знаю, этот вопрос глубоко не исследовал, но вот то, что я знаю, днем Господнем только один раз названо субботой в Писании, а вообще когда речет «День Господень» речет одни суда. Вот наступает день Господень, вы помните Сафонии, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Еиль говорит «По горам народ распространяется сильный». И они перекликаются пророки один с одним. И как правило, вот за одним исключением днем Господне называется день суда. И только один раз суббота есть такое место, днем Господне суббота названо. Поэтому вот здесь перевод воскресный день. то есть смысл этого дня Господне заключается не в дне суда, не в каких-то других смысловых оттенках, а именно это был день отдыха, это был день, седьмой раньше был суббот, и сейчас мы празднуем воскресенье в честь воскресенья Иисуса Христа. Потому что если даже так рассуждать, то мы не можем праздновать субботу, потому что в этот день Иисус Христос в гробу лежал. Какой праздник? Вот на сегодняшний день. Какой праздник? Как можем праздновать тот день, когда Иисус Христос был в гробу? Мы понимаем, что это было во благо нам. Мы понимаем, что если Он не умер, то мы бы спасения не имели. В этом смысле снова мы довольны, что Иисус Христос умер за нас. Но празднуем мы сегодня не смерть Его. Не то, что на гробу было. Это для фарисеев был праздник, что Иисус в гробу. А для учеников это не праздник был. Это было время печали. Мы сегодня отмечаем воскресенье. И вот этот праздник рожден именно благодатью Господней в сердце. Вы наверное заметили, что если в Ветхом Завете есть конкретные указания, какие праздники праздновать надо, то в Новом Завете вы ничего не найдете. Вот специально попробуйте найти, где написано, что надо праздновать праздник Рождества Христова. Где написано Пасху праздновать, где написано Пятдесятницу праздновать, где написано праздник Жадпы праздновать. Да, в Ветхом Завете написано, но сегодня другое время. Эти праздники они рождены благодатью не под диктолку, от нашего благодарного сердца. И мы правильно делаем, что мы празднуем. Если мы этого не будем делать, грех будет лежать на нас. Но это уже не диктолка, это уже не насилие какое-то, что празднуйте и все. Вот эти праздники Нового Завета, они рождаются в благодарном сердце христиан, за что благодарение Богу. И такой пример вы можете найти в Священном Писании. Это праздник Пурим, когда Господь избавил от руки Амана Мордахея и весь иудейский народ. Помните? Бог не заставлял праздновать этот праздник. Это сделали кто? Есфир, Мордахей, а цар утвердил, и евреи празднули до сегодняшнего дня Пурим. Потому что этот праздник рожден благодарным сердцем иудеев, которых Господь или евреев, которых Господь избавил от смерти. Поэтому сегодня немножко другое время, потому когда здесь написано день воскресный, мы понимаем день воскресный. Это день, хотя допустим Иоанн на то время на острове Патмос, он действительно не был работы там. Хотя я вообще не знаю, но он жил как-то, может самому приходилось до себя что-то окрыто собирать, как это Иоанн делал, или дикий мед, но наверное что-то делал, но как-то он жил там, получал откровения, сколько он там был, я не знаю, историю особенно не изучал, но все-таки и для него было отличие между будничными днями и воскресными. и воскресный день, когда наверное все как-то освобождались от труда особого, которые предлагали усилия быть где-то в церквах, быть где-то на собраниях, вот как раз в это время, когда народ Божий как-то молился, был более свободен от этих дел земных, Господь как раз и дает откровение Иоанну. Он его получает в воскресный день, и он был в духе. «Я был в духе в день воскресный». То есть вот то, что он видел, он видел не плотскими глазами, а духовными. «Я был в духе». Здесь написано с маленькой буквы. То есть у него был открыт духовный взор. Сегодня, когда мы находимся во плоти нашей, то тело наше скрывает от нас духовный мир каким-то образом. Говорят, находясь в теле, помните эту выраженность священная, «мы устранены от Господа». То вот в это время Иоанн, ему не мешали его плотские глаза. Он духом своим видел. «Я был в духе, но чтобы быть в духе, надо быть исполненным Духом Святым, иначе за эту плоть не пробьешься». Чтобы видеть духовными глазами, надо быть исполненным Духом Святым. Я имею в виду, видеть то, что Господь хочет показать. Потому что в Бесумском мире есть тоже это явление. Третий глаз открывается, еще что-то открывается. Они тоже видят. Но это уже от демонического духа. свят. Иоанн был исполнен Духом Святым, потом был в духе и видел то, что Господь показал, потому что были открыты его духовные глаза. Поэтому для нас сегодня это тоже урок. Это для нас тоже напоминание, что нельзя ничего видеть духовного, чистого, небесного, без исполнения Духом Святым. И когда иногда приходят исповедуются и говорят, что получая откровение, но говорят, я это имею с детства, это мой дар, то я говорю, это не тот дар. Это не тот дар. Духовные глаза открываются через Дух Святой. Когда человек во-первых ищет Господа, это раз. Бывают такие случаи, когда Бог открывает глаза и неверующим человеком, который ищет Господа, это уже присутствие Духа Святого. Это уже не какой-то дар, не какая-то своя способность, телепатическая или какая-то другая способность мысли читать. Это уже оттуда. Я всегда говорю, думать надо, откуда ты получаешь и что ты получаешь. Потому что вот эти духовные дары, которыми мы сегодня пользуемся, которых мы сегодня говорим, мы получаем только все остальное это не тот источник. Может быть не стоит мне повторяться, но наверное все-таки еще раз напомню, я когда-то вот здесь говорил, я несколько раз говорил, когда был в молодежных лагерях на эту тему, что в последнее время стали рождаться особенно одаренные дети. Их называют, американцы называют Индиго. россияне называют дети третьего века, французы называют тефлонами, англичане называют киборгами, у них разное название. И когда вот эти дети стали, они четырехлетний мальчик, это даже россиянин, где-то восемь месяцев начал говорить целыми предложениями. В четыре года стал называть, так сказать, ну, звездные системы по именам. И даже называют те, которые ученые не знают. Ученые исследовали этот феномен, правильно называют все. Но не можем понять, как это может быть так. Как можно запомнить столько? Они, допустим, из закрытого флакона достают предметы руками и вообще. И думали раньше ученые, что это новая раса появляется. Потом обнаружили это психически ненормальные дети. Вы слышите меня хорошо? Я не просто выдумываю что-то. Я беру эспрессы, если кому-то надо будет, я вам дам, но у меня сегодня здесь, даже есть это записано. Я специально взял это. Это говорят ненормальные дети. Они говорят не подчиняясь никаким законам общим предметам. У них свои законы. Они только добиваются цели там, где им хочется. Их нельзя заставить делать жизнь. Они никому не подчиняются. Они говорят с самого раннего детства внушают всем. У них особая миссия на земле. Они особые люди. Они вспоминают о своих прошлых жизнях, которых жили. Вот эти маленькие дети. И ученые когда этот феномен исследовали, сказали это психическое отклонение у них, это ненормальное. Это не то, что должно было бы быть. Поэтому я просто сегодня обращаю чтобы вы никогда не думали, что вот то, что вы сегодня получаете, и может быть, пришедший в церковь это продолжается, надо очень серьезно думать о том, откуда этот источник. Хотя в общем-то я хочу сказать, что да, вы помните Корнилия, который искал Господа, был муж праведный, как о нем написано, товарищи многомилостынь, всегда молившийся Богу, но не спасенный. И ему явился ангел Господь, все-таки Господь открыл ему глаза, почему он искал Господа. Но когда человек не ищет Бога, и не думает об этом, живет какой-то жизнью вот такой грязной, и получает что-то, здесь же стоит вопрос, что получаешь, откуда получаешь, из какого источника. Поэтому я просто, ну, вот живя в этом времени, вот и следы этого времени, ну, хотел бы, чтобы мы стояли на страже, ну, чтобы в действительности, как написано, чтобы кто не просил вас к врачевыми словами, чтобы вам не уклониться с пути истинного, и множество предупреждений есть, что в последнее время, помните, к Тимофею очень хорошо написано, что многие уклонятся, почему будут внимать духом обольщителем и учением бесовским, и уклонятся в сторону. Поэтому в наше время, я хотел бы, чтобы мы обратили особое внимание, я вот взял именно вот эту истину, был в духе в день воскресный, и я однозначно говорю, никогда дьяволы не будут показывать духовный мир, вот тот Божий мир, никогда не будут говорить о спасении. Это он спасенных может обольщать, кто уже получил спасение, говорит, оно есть спасение, но все, но ты слишком не старайся, Бог на это не обращает внимания, а вот людям не вершим совершен, но это внушать никогда не будет, он никогда не будет такие вещи делать, у него каждый категор людей свой подход есть для обольщения, и он хорошо понимает, что для христиан не подойдет тот метод, который в мире действует, надо другое, присуще им, или на святость особую натолкнуть, или еще куда-то, и потому я просто обращаю внимание на сегодняшнее время, на эти сегодняшние явления, которые сейчас встречаются в жизни. Я был в Духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Вот вы заметьте, когда речь идет о чем-то, что Господь возвещает, то, как правило, голос его сравнивается с трубным голосом, с трубами. И мы будем читать Откровение Иоанна. Первый ангел вострубил, второй вострубил. Вы помните 24 главу Евангелия от Матфея? Пригласть архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба. Помните? Или там немножко по-другому написано. По счету ангелов своих с трубой громогласной. Опять с трубой громогласной. И соберет избранных своих от четырех ветров земли от края небес до края их. Павел посланник Карантин неоднократно напоминал пригласть архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба. Со страники написано при последней трубе опять труба труба и труба. Когда-то голос как бы трубный который говорил есть Альфа и Омега первые и последние то что видишь напиши в книгу и пошли церквам. Вот это именно то почему я обращаю внимание на это повеление некоторых говорят так вообще откровения читать не надо. Там можно запутаться да можно запутаться в любом чекте запутаться но Господь сказал когда дал откровения то что видишь напиши и что пошли всем или одному кому-нибудь пошли по всем церквам да будет время или по временам Бог открывает с откровения то что надо на это время и вполне возможно то что сегодня Бог открывает Он не открывал тем людям которые 300 лет назад жили говорил в общих чертах но серьезно на некоторые вещи не обращал внимания а сегодня более тонко более то что пришло это время вы помните Данил просил Господи объясни мы тоже считали Даниила а вот иди Даниил это сокрыто на последнее время теперь тебе не надо этого знать а вот придет время и тогда умножится ведение и я скажу людям которые будут жить тогда о чем идет речь а ты теперь иди ты получил ты записал и Господь знал что откровение Даниила его сны они останутся на страницах Библии на страницах священного писания а ты иди отдыхай потому что если ты даже будешь знать то какая польза для тебя тебе это не надо потому я понимаю что Господь по временам и в связи с планами своими он открывает то что надо а бывает то что сокрыто хотя написано пожалуйста читай но писание предупреждает что никакого пророчества писания нельзя разрешить саму собою потому что изречено оно было пророчество откровение Духом Святым и только Дух Святый может подсказать направить раскрыть но вот ту истину которая сокрыта в словах которые написаны а читаем мы все то что видишь напиши в книгу и пошли церквам находящимся в Асии я перечитываю хотя я прошлый раз перечитывал в Ефес и в Смирну и в Пергам и в Фиатиру и в Сардис и в Филадельфию и в Ладикию 7 церквей перечислено то есть полнота я прошлый раз напоминал об этом число божественной полноты есть какое 7 на Христе было 7 духов Божиих вы помните так говорит имеющие 7 духов Божиих мы будем читать дальше мы встретимся именно с этим текстом Писания и все сегодня 7 нот свет наш состоит из 7 цветов которые накладываются один на другой и так далее можно много что говорить и в Библии все с 7 нами исчислено 6 божественной полноты человеческой 6 божественной есть 7 7 золотых светильников я обращаю внимание немножко забегаю вперед почему я это могу сделать потому что вы все читали Откровения Яна и может быть не твердо но немножко помните эти характеристики и некоторые церкви они так охарактеризованы что наверное вам не захотелось бы быть в такой церкви там очень много претензий и одна из них церковь которая в Сардисе вы помните что Господь говорил о ней ты носишь имя будто ты жив но ты мертвый бодрствуй и утвердай прочее близкое к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершены пред Богом моим но тем не менее вот эта церковь названа золотым светильником вот заставляет думать я почему на это обращаю внимание потому что я прошу вас всех насколько вы читали Библию читали Откровение какие там характеристики там мовши некоторые ужасные но тем не менее золотой светильник а я не объясню все почему золотой во-первых потому что церковь церковь и покуда церковь на земле действует кровь Христа и можно изменить положение свое мгновенно на коленях понявши принявши обличение а вторая истина почему она золотая я тоже не претендую что я точку поставлю в этом вопросе но слушай в чем заключается почему он все-таки золотой он открывает истину по периодам что будет такой период когда церковь будет в таком состоянии когда ее нужно будет поднимать когда нужно будет возвращать на пути слова господни когда она потеряет многое будет и такое было потому что это не только из чем церквей которые характеризуют одновременно что делали состояние церкви но они по периодам указывают ну к чему церкви склонны были большинстве своем какие они были и вот был период когда вот эта сардийская церковь она практически как говорит не живой и не мертв хотя вообще Христос говорил ты носишь имя будто ты жив но ты мертв и в силу того что это откровение на будущее она продолжала быть золотым смятильником это то что никто не знал это кто не мог знать а вот господь знал и вот эту церковь поместил на тот период когда в самом деле во времени такое было состояние церкви и она она и она своим состоянием как золотое это чистое это от господа откровение а смятильник свет дала на это время что вот такое будет состояние и господь тебя не отвергнет а будет предлагать покаяться а это очень важно это очень важно потому что когда бог отверг тогда очень трудно что-то поменять а вот когда бог обличает но предлагает исправши покайся это еще не трагедия это можно сделать вывод и правильно поступить и стать той церковью которую господь любит которую хочет видеть потому я обращаю на это внимание и посреди смятильнику подобную сыну человеческому обличенную в падир падир это длинная одежда иудейских первосвященников и царей я просто вскользь обращу внимание с одной стороны написано чтобы мы не пытались повторить служение ангелов помните где-то кто-то апостол Павел предупреждал что есть люди которые занялись ничем чем надо они уторгаются в служение ангелов безрассудно надмевая своим плотским умом вы не можете жить так как ангелы но учитывая вот Христос был на земле здесь он уже прославлен Христос какая у него одежда все-таки короткая или длинная 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 а он нас поставил быть кем царями и кем и кем священниками и я не вторгаюсь в служение ангелов чтобы после кто-то не сказал там брат Николай учил нас тому что противоречит Библии но вот пример одежды которую ноготу закрывает длинная длинная и посередине светильника подобного сыну человеческому облеченному в падир и по першам опоясанного золотым поясом глава его и волосы белые как белая волна то мне стоит чего не краситься чтобы черные волосы были или нет Христа белые ну пусть я постарел поэтому у меня белые ну если бы даже такие были я бы не стал перекрашивать все-таки Иисус и Христа белые так что не страшно старость не страшно что белые ну чуть-чуть хоть чуть-чуть да похоже стал сегодня многие стесняются своей старости а между тем это украшение вы помните что написано украшение стариков что но вы же меня хоть не считайте уже стариком совсем я иногда забываю что мне же еще два года скоро будет но тем не менее вы знаете что все на своем месте и ничего стыдного нет голова его и волосы белые как белая волна как снег очи его как пламень огненный и ноги подобных халкаливану как раскаленные в печи ну вы все знаете халкаливан это медь полированная и не знаю насколько это верно но говорят что это полированная медь это особая медь она ценилась даже дороже чем золото ноги подобных халкаливану как раскаленные в печи и голос его как шум вод многих он держал в деснице своей чем в звезд ну почему шум вод многих наверное указано на могущество а во-вторых вы знаете что Христос такой и Бог что одновременно может разговаривать со всеми вот это нам непонятно как это так и вы наверное знаете шум вод многих здесь можно понять и можно это и правильно будет что очень много воды сильный поток но вы знаете что даже в морях потоки воды разделяются вы это знаете кажется вода есть вода какая может быть разница но течения разделяются и не смешиваются так и сегодня Бог когда говорит к нам может быть говорить одному одно другому другое третьему третье и ничего не смешивается его голос звучит по всей вселенной одновременно это голос вод многих я не просто привел этот пример что потоки воды разные теплое течение гальпстрим там есть я не слишком то силен географии я уже ее забыл это уже было очень давно когда я ее учил но я помню что множество течения есть они не сливаются вместе тысячелетиями плывут и вот один поток в море в океане разделяются пусть пусть господь благословит нас всегда помнить что у господа для нас тоже есть поток определенный и он никогда не бывает занят так что с одним занялся и уже не может с другим вот наше счастье в том что через дух святой господь пребывает одновременно во всех местах вселенной и может говорить одновременно со всеми как-то у него получается не знаю но я знаю что это так я знаю что это так и голос его как шум вот многих он держал в деснице своей с чем звезд и из уст его выходил острый с обеих сторон меч и лицо его как солнце сияющее в щиле своей ну здесь дальше я почитаю чтобы расшифровать господь здесь сам поясняет кто такие звезды и когда я увидел его то пал к ногам его как мертвый и он положил на меня десницу свою и сказал мне не бойся я если первый и последний и живой и был мертв и еще жив во веки веков аминь и имею ключи ада и смерти и так напиши что ты видел и что есть и что будет после сего тайны семи звезд которые ты видел в деснице моей здесь уже не надо выдумывать ничего господь сам объяснил что значит звезды и что значит светильники тайны 7 звезд которые ты видел в деснице моей и 7 золотых светильников еще я 7 звезд суть ангелы 7 церквей а 7 светильников которые ты видел суть 7 церквей и конечно ангелы это служебные духи и здесь написано тоже с большой буквы но я думаю речь идет о пастырях потому что ангелу не надо говорить покайся помните а Бог там говорит покайся покайся потому что если бы ангелу надо было покаяться он никогда уже больше на небе не был бы те которые однажды согрешили они все не извержены в происподнюю они находятся там и находятся в воздухе часть в происподних местах земли часть находится в воздухе а речь идет к пастырам которые являются как бы посланниками от Господа чтобы управлять народом и вот здесь Господь напоминает что это звезды это ангелы 7 церквей а светильники это церкви а уже как они светили это уже другой вопрос мы об этом будем читать и наверное скоро будем читать потому что я думаю будем идти вперед но на что я хочу обратить внимание на пастырей звезды звезды что должны делать звезды излучают свет звезды излучают свет и если пастыр не будет излучать свет он не сможет быть пастыром нормальным достойно нести служение он звезда и звезда в руке Господа и если он когда-то где-то иногда может выпасть из руки то вы знаете ну света наверное уже не будет наверное не будет света хотя Господь держит в руке всех и опять возвращаясь к той же самой мысли уже настолько много претензий к каким-то церквам но он говорит я держу их в руке своей я держу их в своей руке пытаюсь что-то поменять пытаюсь что-то сделать хочу достигнуть сердца а ты напиши вот это и пошли всем этим всеми церквам что-то что было прошлое что есть настоящее и что будет после чего это будущее потому что откровение оно оно в некоторой мере затрагивает и прошлое вот уже без прошлого нет настоящего а без прошлого и настоящего не может быть и будущего поэтому вот эти три времени они неразрывно связанные и они влияют одно на другое прошлое очень часто сильно воздействует на настоящее наше положение правда вот одни ошибки которые были они исправлены их уже нет а другие которые были сделаны Бог и простил и призвал а последствия остаются и никуда от этого не денешься и никуда от этого не уйдешь потому что было прошлое у нас было прошлое уже какое оно было все мы знаем свое прошлое более-менее знаем и оно часто влияет на настоящее вот почему иногда чтобы разобраться с настоящим иногда надо покопаться в прошлом откуда все это начало что случилось как это все-таки могло получиться он держал десницы свои щем в звезд и из уст его выходил острый с обеих сторон меч и лицо его как солнце сияющее в щиле своей вы все хорошо понимаете сегодня что этот меч это есть слово Божие почему обоюдо острый с двух сторон острый может быть я вот эту всю тему не раскрою но мы часто иногда не совсем понимаем вот это говорим это буква это буква а у нас служение не буквы а духа иногда так вывернуть эту букву что дух получается против самой буквы но такого не может быть если буква говорит кто крал перец не кради то понимая духовно можно перевернуть что воровать можно или нет а как а как это сделать буква и дух дух расширает познание расширает понятие но никогда не противоречит букве если написано не пролюбодействуй это буква но я не могу взяться за духовную сторону и вывернуть так что можно пролюбодействовать я просто глубже могу развить вы помните почему христа обвиняли в нарушении заповеди о субботе потому что он ее исполнял не по букве а по духу он ее исполнял не так как фарышей понимали и книжники он исполнял совсем по-другому и вы помните в чем сушность заключалась мы немножко отвлеклись и потом мне приходится тоже отвлекаться вот как просто отвлечь появился кто-то и все туда легко и просто я помню когда приведу пример когда один из братьев свидетельствовал он пришел в собрание ну и интересно ему было сколько в собрании людей присутствует и он целое собрание считал а потом стал одзимом и говорит вот я тебе работу сегодня дал на целое собрание сидел и считал сколько он же ничего не слышал абсолютно он считал сколько в церкви людей вот вот я тебе работу дал хорошую считал считал все время считал сколько есть людей в церкви поэтому я просто хотел бы чтобы мы сегодня не обращали особого внимания не отвлекались потому что мне приходится останавливаться прерывать мысли свои и почему допустим было разночтение празднования субботы у Христа и у людей они понимали буквы только видели но не видели внутреннего содержания а Христос понимал чтобы действительно праздновать субботу то надо что-то получить дополнить и тогда будет суббота будет покой помните упрекают что твои ученики делают они нарушают субботу срывают колощи идут помните Христос обвинил учеников или нет он сказал какая суббота голодному какая может быть суббота голодного человека пусть покушают тогда будет суббота он правда привел пример Давида или обвиняют его почему исцелил вот этого больного человека сукоруха кажется он грешник он субботу нарушает вы помните Христос говорил говорит лицемеры какая больного человека суббота с сухой рукой знаючи что рядом стоит Иисус который исцеляет как он может праздновать субботу и он ее праздновал не по букве а по духу по внутреннему содержанию но он никогда не говорил что ее надо нарушать поэтому я просто хотел донести вот эту истину с обеих сторон острые никогда слово написанное не будет противоречить духу оно отчиняет стороны некоторые на которые мы не обращаем внимания оно углубляет понятие кто крал перот не кради я могу понимать прекрасно не воруй с материальной точки зрения но и не воруй авторитета у другого не воруй называйте еще что можно воровать чувств не расхищай его пророки не воруйте слова друг у друга помните есть такое выражение пророки воруют слова друг у друга то есть как вышло слово и оно в самом деле от господа никаких сомнений что господь говорил а второй после повторяет то же самое и это правда но Бог через него это не говорил это уже называется воровство поняли меня хорошо о чем я веду речь это уже воровство и оно сбудется потому что это ищено слово господне было но через одного это было сказанное пророчество а другой уворовал и стал повторять двадцать раз то же самое это было истинно но это ворованное вот здесь я могу немножко расширить это понятие но я не могу вывести так чтобы написано не воруй а это воровать можно почему я на этом останавливаюсь я тоже об этом когда-то говорил когда я взял местописание вот эти самые малейшие заповеди это 5 глава Янгет Матфея это заповеди блаженств 5 6 7 это малейшие заповеди которые Господь сказал кто нарушит одну из малейших заповедей тот малейшим нарушается в царстве небесном и там значит есть такое местописание значит если кому-то ты дал долг то не требуй назад есть такое местописание а как вы думаете это в самом деле так надо или надо выкрутить так что все-таки это не так мне один брат так и сказал но тут так написано но на самом деле он там выражил что так довольно таки резко голос останусь если так буду давать у долг то у меня толпа людей будет стоять дай только у долг пожалуйста он предстал что так надо но он выворачивает что это буква а на самом деле это то не так мы хорошо понимаем что добродетели будьте рассудительны вы тогда не давайте тому кому не надо давать а если уже дали то говорите да у долг но отдашь тогда когда у тебе будет меня хорошо слышите через то что люди давали в долг а другие брали люди стали врагами вы такие случаи знаете когда дали в долг деньги назначили время вовремя отдали и пошла вражда наверно все таки когда господь здесь говорит он говорит о нас христианах что между нами так должно быть дал долг не требуй назад но помни кто взял в долг вторую заповедь не будьте должниками никому ничем кроме взаимной любви и тогда один дал сказал что даю в долг и тогда не будет вражды если вы не отдадите в какое-то время определенное а вы знаете что если взял в долг то наверное надо было надо было наверное я не считаю что надо давать долг тому который отдал мне 300 долларов потому что я хочу за 700 купить ковер на стену повесить у меня 400 есть а 300 нет не давать таким людям это не долг вы меня хорошо понимаете а долг тому кто действительно нуждается кусок хлеба не за что взять ему надо дать долг надо допомнить одно что если у тебя нет то не можешь дать не давай лучше но если не требуй то скажи даю долг но отдашь тогда когда у тебе будет и тогда дьявол не придет это не скажет а смотри вот он обещал тебе а не отдал вовремя а вы знаете чтобы отдать долг если это серьезная проблема то надо заработать удовольня чтобы и прокормить чем есть это на хлеб и отдать то что ты одолжил уже не получится значит ну естественно сколько заработал столько и хватит не получится надо гораздо больше чтобы отдать долг потому что голодный не будешь сидеть вот это проблема потому писание разум очень говорит что вы как христиане имеющая совесть чтобы не враждовали друг другу возьмите пример эту заповедь малейшая я не знаю у меня допустим сегодня транспорт все помогли братья но и были те которые я покупал я брал долг деньги и и мне брат давал и говорил отдашь когда будет я два года отдавал я отдал все никому не должен на сегодняшний день ничего а если бы он меня потребовал сразу где пик взял бы где пик взял бы хотя правда для меня лишь на транспорт но мне ехать надо вы сами хорошо знаете для меня это предмет первой необходимости для кого-то может быть роскошь для меня это оно надо во всех этих вопросах поэтому вот пожалуйста когда исполняется заповедь божия буква и дух они не противоречат одно другому они не могут конфликтовать одно с другим оно просто и у Христа написано очи как пламень огненный и слово его меч обоют до осты с обеих сторон он не тупой он острый и для кого острый для греха вот попробуйте жить так как говорит священное писание и греху места не будет как только где-то вот эти заповеди молей что нарушаются тут же дьявол и будет сверлить хотя бы я про этот долг сегодня взял все это будет вражда это будет ненависть почему они совсем по заповеди поступили поэтому в таком случае если не можешь дать не давай лучше значит врать не надо что у меня нет но сказать надо мне не могу я дать себе я знаю своего соседа я раньше жил нечем же и он очень много набрал в долг кстати и мы ему со Светланой дали и он и не отдал он и не отдал он пошел к соседу он машины гонял и пошел к соседу за деньгами он говорит и есть но я тебе не дам потому что ты не отдашь коротко и ясно у нас мужества не хватает сказать так у меня нету и подожди завтра да еще что-нибудь и вот так вот вокруг да около а он говорит есть у меня денег но я тебе не дам потому что ты не отдашь ну ты отдашь сначала те а он знал что он должен ног я тебе не дам и все пусть Господь благословит нас сегодня чтобы в наших устах слово Господне было острым и с одной стороны и с другой давайте мы не будем тупить одну из сторон он должен быть заострен и с одной стороны и с другой у Христа как раз вот именно вот этот голос или слово которое из уст выходит острый с обеих сторон мир и лицо его как солнце сияющее в силе своей и когда я увидел его то пал ногам его как мертвый и он положил на меня десницу и сказал мне не бойся я есть первый и последний и живой и был мертв и еще жив во веки веков аминь ими ключи ада и смерти вот это одно из таких сильных откровений которые Господь оставил для нас и здесь Господь по сути дела очень коротко весь свой путь раскрыл или напомнил о нем я есть альфа и омега омега начало и конец первые и последние и был мертв но теперь жив во веки веков уже больше умирать не буду и имею ключи ада и смерти так что от Господа нашего Иисуса Христа зависит все он имеет ключи не только от Царства Небесного правда говорит он Петру отдал их даю ключи слово дал дал откровение но и ключи и ада и смерть в его руках за ним всегда последнее слово и он знает как нас оправдать а самое главное оправдание это оправдание в его голгурской жертве и в крови вот оправдание наше итак напиши что ты видел и что есть и что будет после сего а тайно семи звезд которые ты видел в деснице моей и семи золотых святильников есть то есть вот эти с чем церквей того времени они дали полную картину церкви вот это были поместные церкви как мы теперь называем поместные церкви перечень эфесская шмирская и так далее и так далее поэтому когда люди сегодня говорят я об этом часто напоминаю не находят места в церкви нигде это плохо это плохо иногда такие встречаются с какой церкви со вселенской со вселенской а это значит я не раз повторяю когда перед тем как прием веду а это на что хочу то и ворочу никому не подчиняюсь что-то на бедокуре где-то выступить накричать ну как я ж член церкви я ж имею право а меры принять говорят вы не можете я не ваш член поэтому от самого начала было 7 церквей были поместные церкви они названы по именам а учени вместе составляли церковь на земле а уже церковь которую Господь возьмет она будет отличаться от всех этих церквей и если уже исследовать писание то написано было 5 мудрых и 5 неразумных помните пополам поэтому к сожалению не все те люди которые входят в церковь по месту как мы называем не все попадут в церковь Христову которую Господь возьмет почему на это наверное будет очень много ответов для каждой души кто погибет будет своя проблема а в общем грех от греха не хотели отказаться поэтому это нормальное явление принадлежать какой-то церкви даже самой 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 слабенькой и в самой слабенькой церкви или растопшут или отшлифуют до блеска одно из двух будет одно из двух будет а в идеальной церкви я старая мысль которую я повторю неоднократно мы никогда не вырастим вот это парадокс мышления но это так в идеальной церкви никогда не научимся прощать потому что нас обижать не будут никогда не научимся умешать кого-то его мнением потому что там будет одно мнение никогда не научимся терпеть потому что там нас не будут притеснять а у несовершенной церкви все будет поэтому основная цель церкви или работы Божьей это научить нас жить друг другом в мире при всем несовершенстве наших характеров потому что жить в мире с единомышленниками с теми людьми которые тебя любят здесь наверное особых проблем нет а вот хранить мир там где у тебя вырывают каждый день если сумеешь это это уже значит это что-то значит в человеке что-то есть поэтому церковь начинается с каких человек с одного сколько где вас все-таки двое все-таки двое где вас двое или трое там и я посреди вас один есть один один есть один трудно научиться одному хотя у господа есть много методов я понимаю где-то там старушка живет в сибири и одна то она не погибнет бог отшлифует другим путем другим методом а вообще-то мы шлифуемся друг другом друг другом и богу все нужны вы помните я об этом когда говорил когда одно из посланий мы разбирали что значит не уничижайте один другого потому что все нужны стоит он или падает он перед господом своим помните это местописание потому богу нужны те которые падают чтобы проверить других как они поднимают ему все нужны хотя в конце концов кому-то придется поворот делать потому что постоянно падать постоянно угрызать постоянно ты ж погибнешь но на этот период нужны все нужно чтобы кто-то грыз и нужно чтобы было кого грызть а вот а бог смотрит что что ты приобрел за эти 20-30 лет что-нибудь уже поменялось или не поменялось поэтому я обращаю внимание вот на это свет 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 светильник а свет нужен это тоже что я не однако повторяю когда нужен свет когда темно он не нужен тогда когда светло зачем он нужен вот вот почему в таких трудных жизненных ситуациях обнаруживается наше сердце собственное есть в нем свет или его нету если под напором тьмы начали дыметь значит ненормально надо что-то делать надо что-то делать а вот когда этот ветер гащит огонь когда действительно эти воды уже греховные заливают а ты горишь продолжаешь значит чего-то достиг значит что-то есть поэтому мы просто должны понимать вот эти вещи все и притом христос для нас держит нас в руке как светильники подливает масло учит как это надо делать есть ли где-то что-то мы не совсем понимаем как да в некоторых случаях очень трудно определиться что делать надо чтобы был свет я просто повторюсь как раз вот ну вот эта мысль проскальзывает когда я говорил неоднократно о Петре который отрекся мы то еще не говорим о отрекся Петр отрекся отрекся а вообще-то там не просто все было я еще раз вам напомню когда пришли брать Иисуса Христа он не отрекся сразу он схватил меч и что он махал просто или он рубил он рубил по ушам и попал хорошо ухо отрубил но Христос сказал в данном случае это не свет вложи меч твою в ножны твои ибо взявши меч мечом погиб это не оружие это не свет а там какой нужен будет терпение терпение вы думаете Христос не оправдался бы в самом деле был такой как о нем говорили или он был бесчильный ничего не мог сделать нет клеветали лгали он молчал почему он знал оружие в данном случае терпение брали вели Христос сказал неужели вы думаете что я не мог бы молить отца он мне 12 легионов ангелов дал бы но как до писания сбудутся оружием было терпение а Петр этому не поверил он не понял чем пользоваться поэтому и отрукся в конце но это был не трус который это дальше там было давление все отрукся и далее он он выполнял то что он хотел но он не понял как сражаться в данном случае я тоже не всегда иногда понимаю как сражаться помолчать или сдачи иногда хочется дать сдачи бывает такое Павел тоже иногда давал сдачи приходилось каяться помните он говорил Бог тебе будет бить стена подбеленная ты сидишь чтобы судить по закону вопреки закону велишь бить меня ему говорят ты что первосвященника Божия братья вот простите я не знаю что это первосвященник написано не зло слов терпи терпи и не зло слов потому что это не свет поэтому почему я сегодня взял вот эту истину потому что Христос ходил посреди семи золотых светильников и держал в руке звезды для чего он это делал он руководил церковью и в определенных ситуациях он учил что надо делать Павел иногда молчал а иногда говорил разве вам позволено бечевать римского гражданина да и без суда говорил он так говорил а в других случаях молчал вот как-то Бог ему давал понять какое оружие борьбы с грехом в данной ситуации надо применить потому что неправильно поступивший нет света или допустим я тоже неоднократно повторял это местописание когда говорится о наказании о привлечении к ответственности говорит к одним будьте милостивы что с рассмотрением а других страхом спасайте и сторгая из огня и вот тут перепутаешь кого надо страхом спасать можно помиловать это будет не швед никак не поможешь этому человеку и которого если надо помиловать накажешь и наоборот не будет света вот надо знать этого человека как надо с ним поступить помиловать его или наказать его а не улезшим в сердце человека как можно сделать это а Господь может подсказать сказать помилуйте этого а этого все все я когда-то помню один из случаев такой был распал в рех два ничего не сказал никому потом Господи что делать отлучать его или что Господь он давно сам себя отлучил говорю он сам себя отлучил своим грехом потому что делать конечно отлучать свет Христос ходит дает советы конкретные и в соответствии с состоянием человека и метод такой чтобы спасти человека вы представляете что если допустим наказать того кто уже на последнем издыхании находится это значит погубить его а если человек грешит и не останавливается и помиловать его это значит открыть ему дорогу дальше грешить и тут уже ориентируешься на конечно результат я помню когда-то один из братьев и вы помните кто в свое время еще даже в старом молитвенном доме был мне кажется в старом молитвенном доме когда один из братьев бучу устроил церкви помните когда ему сказали а что ты так сделал говорит а вы знали что я пью почему вы не пришли не наказали меня надо было принять мир я может перестал пить и я решил устроить скандал чтобы все знали что я пью кто-то будет прататься и наоборот грозит смотришь не говори жене что я это сам потому что я тогда тебе меры приму а этот разнеслось пил и так далее не приняли он прошел скандал устроил чтобы вы знали что я пью почему вы меня не наказали и вот меня взяли на замечание может я перестал бы пить а вы знали и не делали вот я и устроил скандал я не знаю помните вы об этом не помните я помню хорошо и брата помню но просто он уже в вечности потому нет смысла сегодня имена называть какой смысл как факт как факт потому что вот надо было принять мир и не приняли а в другом случае может быть не надо было принять помиловать еще раз дать шанс поэтому вот здесь как раз и трудно состоит том и здесь конечно очень много зависит отводитесь по Божию потому что сердце человека не видишь не знаешь его характера и трудно вот так вот по разуму какие-то меры выбрать которые надо принять читаю дальше это вторая глава здесь уже Господь обращается конкретно к церквам это характеристики церквей вот этих семи церквей которые он показал Иоанну их состояние ангелу Ефесской церкви напиши а так говорит держащи щем живешь в деснице своей ходящи посредищем и золотых светильников знаю дела твои и труд твой и терпение твое и то что ты не можешь стоить развратных и испытал тех которые называют себя апостолами они не таковы и нашел штани лошадцы ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал но имею против тебя то что ты оставил первую любовь твою и так вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвинуть светильник поесть место его если не покаешься впрочем то тебе хорошо что ты ненавидишь дела николаитов которые я ненавижу имеешь ухо да слышит что говорит церква побеждающему дам кушать от древа жизни которое посодирая божие это вот характеристика первой церкви ефесской и вы знаете немножко историю есть вот эту историю этой церкви разбирать по Библии а я думаю что этого будет достаточно потому что я опять повторю то что я когда-то повторял что я допустим веру лично каждому слову которое записано в Библии в Евангелии что касается истории я не особенно это веру поэтому я сегодня исследую вот эту церковь именно на основании данных которые Библия дает ее начало какое было во время пребывания полосы в Коринфе 19 глава Павел прошед верхние страны прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников значит не Павел положил начало уже кто-то там работал вот уже Библия говорит об Ефесянах об этой церкви как уже о церкви которая уже была уже были люди там и которых Павел посещал и нашел там некоторых учеников сказал сказал им приняли ли вы святого духа уверовавши они же сказали ему мы даже и не слыхали есть ли дух святой он сказал им во что же вы крестились они отвечали во покаянного крещения Павел сказал Иоанн крестил крещением покаяния говоря людям чтобы веровали в гряду что по нему то есть во Христа Иисуса услышавши это они крестились во имя Господа Иисуса и когда Павел зажил на них руки не шел на них дух святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было человек около 12 вот вам пришелся цифра откуда начиналась церковь Ефесская и первое известие о ней и они пришли от Павла он пришел и заметил что в этой церкви чего-то не хватает и будучи имеющи духовные глаза экспертом в этой области он задает им вопрос прямой приняли ли вы святого духа уверовавши они ему сказали что а мы даже и не слыхали есть ли дух святой во что же вы тогда крестились почему Павел задал такой вопрос формула крещения крещу тебя во имя отца и сына и святого духа он им ставит вопрос во что же вы тогда крестились если вы не слыхали что есть дух святой они говорят в крещении Янова а там была другая формула там не упоминалось это и он говорит им Ян крещен покаяние покаяние а вам нужно другой смысл вложить сюда вы это сделали но не совсем то что надо и когда они крестились есть во имя Иисуса речь не шла о том что именно крошу тебя во имя Иисуса а речь о чем идет все что мы не делаем мы делаем во имя Иисуса Христа без него мы ничего не можем получить от Господа и это дело не столько в словах только в сознании сколько в понимании любая наша молитва вот сколько мы не имели стажа христианского но как только мы склоняем колени молиться особенно когда мы просим прощение Господа за грехи соделанные то Отец Небесный эту молитву принимает только ради Иисуса Христа иначе мы грешники а Бог грешников не слушает и сколько мы не признащили молитв какие не были просьбы какой бы у нас стаж не был Отец Небесный принимает наши молитвы только ради Иисуса Христа только во имя Его они через Него проходят почему Писание говорит если Христос не воскрес помните говорили что Христос не воскрес тогда вы мертвы во грехах ваши и тогда грешники никакого спасения вы речь вести не можете потому что Христос Он мертв вы молитесь а Христос мертв а вы грешники без Христа потому говорит Отец не принимает ваших молитв а вот то что Он живой и воскрес все наши молитвы и сколько мы будем жить на земле они все будут проходить через Иисуса Христа во имя Иисуса только во имя Иисуса они принимаются это не слова не формула это познание это убеждение это вера что мы спасены только через Христа все молитвы через Христа все благодарности даже благодарности Богу через Христа идут потому что Бог грешников не слушает а вот почему Павел сразу когда услышал ответ мы даже не слыхали если Дух святого говорит во что вы тогда крестились если вы крестились крещуете во имя Отца и Сына и Святого Духа сказали слушайте а что ты Святой Дух что ты сказал и объяснили а так этого не было вот почему Павел сегодня и нам оставил это место Писание чтобы мы хорошо поняли сущность происходящего но и как результат я поставлю вопрос для вас и наше там некоторых учеников сказал приняли ли вы Святого Духа уверовавши так скажите ефящане на это время приняли Духа Святого или не приняли тяжелый вопрос да не хочется сказать что не приняли мы привыкли что при покаянии все покаянии было и притом не просто как у нас покаяния словами там еще в воду погружали там с обрядом было но он пришел да видит что-то им не хватает приняли ли вы Святого Духа уверовавши он не говорил что вы не уверовавши но он уверовавши да но Духа Святого приняли а мы даже не слыхали есть ли он во что же мы тогда крестились в крещении Иоаннова услышавши это они крестились во имя Господа Иисуса и когда Павел возложил на них руки не шел на них Дух Святый и они стали говорить иными языками прочее а теперь они получили или не получили получили а знаменем что было знамение языками говорили то есть они не были обмануты у них было знамение вы знаете у всякой духовной вещи есть знамение материальное наружное вот я допустим я связан с этим служением есть знамение проклятия так проклятие совершается в духовном мире об этом никто не знает а знамение какое вы помните там перечень целый кажется 28 22 глава таразакония не помню точно там целый перечень знамений почем можно разобраться что есть что-то поэтому результат того что получили Дух Святого что не обмануты знамение есть иногда бывает пророчество но оно идет так же как механизм говорения на языках я читаю еще раз это текст писания и когда Павел возложил на них руки не шел на них душ святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было человек около двенадцати вот со скольки человек начиналась церковь в Ефесе и вот при всем том что они получили все я думаю если тот брат полос там проповедовал может и точно но я не могу уверенно сказать потому что он был наставлен начатка в пути Господня помните когда они ему что-то добавляли полосу он был наставлен начатка в пути Господня и учила Господи правильно зная только крещение Яну потом Акилой прискилой их приняли и там немножко добавили ему он воспринял наверное уже по-другому более полное учение давал скорее всего что он был но я об этом говорить не буду не хочу строить фантазии какие-то кто там был но короче говоря дали начало но до конца не довели то Павел дополнил то что не хватало им сказал все и думаю пробыл не один день там и вот они загорелись и вы знаете какой их был труд дал бы Бог чтобы мы такие были я еще раз перечитаю я еще раз перечитаю напиши так говорит держащий щем звезд в деснице своей ходящий посреди семи золотых светильников то есть вот то что Иисус говорил это была правда это не было допустим недоразумение которое у нас бывает вот мы что-то говорим даем какую-то характеристику а на самом деле то ошибаемся или очень сильно хвалим за большую работу а ее нету или допустим ганим человека за то что не доделал на самом деле он не мог больше но уже когда Христос говорил здесь он говорил то что было на самом деле то да и аминь и он всегда подтвердил аминь аминь это что истина это точно так было и вот что было знаю дела твои вот на что Бог обращал внимание в первую очередь не на наш язык как мы красиво можем говорить не на то как мы оправдываться можем где-то знаю твои дела знаю дела твои и труд твой и терпение твое и то что ты не можешь сносить развратных и испытал тех которые называют себя апостолами а они не таковы и нашел что они лжецы вот попробуйте сегодня вот пастыру обнаружить апостола который лжец и сказать ему открыто апостол это же немножко более высшее звание чем просто пастыр вот насколько большая ответственность у пастыря апостол апостол но он когда поглядел что-то за апостол то нашел что-то и не апостол на самом деле и наверное должен был сказать всем кто его слушал что ну это хороший брат как мы часто говорим но лучше от него подальше он хороший но лучше от него подальше быть лучше его обойти вот нечто похоже вот здесь нарисовано и нашел что они лжицы ты много переносил и имеешь черпение и для имени моего трудился и не изнемогал но имею против тебя то что ты оставил первую любовь твою вот как часто может быть и я обращаю внимание вот на что и дальше вот начало там правда другие церкви пойдут но вот отступление которое на первом плане стояло первое отступление а уже дальше вот мы пойдем по другим церквам больше 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 и и силы нет и ладики скиперит и так далее и так далее а начало с чего с тайного что мог обнаружить только Господь никто этого не видел потому что ничего не изменилось снаружи все было так как было все было так как было эта машина завертелась работал шел делал но уже чего-то не хватало а чего не хватало а не хватало любви это было то самое важное незаметное может быть и наверное в этой церкви пастор сам не замечал этого но это было угошение любви это было самое опасное первое и это христос только обнаружил назвал все хорошо нет вопросов а вот любви первых уже как говорят трудоволики вот закрутилась машина идет раз за разом день за днем но уже ничего чувства внутри стало обыденно просто работа вы знаете я могу немножко привести с врачей когда вы ребенка лечите ранку какую-то то вы знаете как понимаете это для вас ребенок это не работа а у врача это работа как вы картошку копаете так он рыжет так он пилюльки приписывает запросто это работа и есть разница между вами и им конечно если вы врач и еще отец или мать это все на своем уровне но если только я тоже не говорю о всех я тоже не говорю о всех есть исключение положительное среди положительное есть исключение отрицательное но в общем работа в общем работа что для нас сегодня это говорит я боюсь чтобы у меня так не получилось и вы проверайте себя а у меня как может тоже уже вот так вот как в первой ефесской церкви снаружи все хорошо претензий нету и господь не предъявлял претензий никаких к нему и терпение есть и трудился не изнемогал и разбирался хорошо что хорошо и что плохо здесь нет претензий но указал на некую высоту это очень легко и просто я просто сегодня еще раз напомню то что неоднократно говорил старую мысль может она уже избитая для вас у нас очень часто есть разрыв большой между нашей головой нашими действиями и нашими чувствами и нашими чувствами можем делать все правильно так как надо но не прикладывая сердце туда понимаете меня хорошо о чем я говорю я повторял не буду еще они уже повторятся потому господь обычно напоминает нам о чувствах наших то что вы хорошо понимаете что улыбайтесь там где надо хмуритесь там где надо это хорошо а вот надо чтобы чувства соответствовали что вот здесь что было так и тогда будет хорошо а так мы очень часто привыкли улыбаться а внутри скрежетать зубами бывает такое ну может быть не совсем так грубо как я сегодня выразил но бывает когда то что мы делаем совсем не соответствует тому что мы чувствуем человеку потому что надо не хочу никого укорять приходит один из братьев мне хороший пример привел пастор сказал одному служителю говорит пойди там посети сегодня вот этого брата узнай как он там живет он значит пошел пришел где-то копается богороди это это не совсем то что надо вот нечто вот похожее но не совсем вот так уже грубо но произошло вот здесь пиро числено снаружи нормально все а господь отмечает а уже чувства не те привычка обязанность и так далее и так далее и так далее и так далее и потому господь говорит и так вспомни откуда ты не спал помни тот уровень чувств сравни с сегодняшним а мы помним откуда мы не спали если мы внимательны если кто-то посещал больных а теперь не посещает то вы помните как вы ходили и как вы делали и что сегодня ваша высота там впереди если вы молились ночами а сегодня не делаете то вы тоже помните высоту на которой были тут не надо долго ходить мы не забыли одно такое выражение мы часто повторяем от раньше было то не то что теперь помним что раньше было помним значит знаем высоту на которой мы были господь не говорит зайди на высоту другого кого-то там свою посмотри свою сегодняшнюю свою и стань вот на тот уровень который раньше имел где был раньше если молился если посещал больных если что-то делал но ты знаешь что было тогда и что есть теперь и не надо никаких откровений не надо ничего только надо быть честными сами перед собой знаете есть люди которые даже сами перед собой честными не бывают сами себе не хотят признаться что плохо и это очень плохо тогда и Бог не может помочь в это время вот когда мы сознаем хорошо что есть что вот тогда можем делать какой-то поворот и Господь здесь говорит и так вспомни откуда ты не спал и покаясь и твори прежние дела какие прежние так все то же самое а ядро ядро оформление внешне так и осталось а ядро уже не то вот верни назад те чувства ту ревность которая была а дела хорошие они сегодня на этом уровне пусть Господь благословит нас потому что здесь есть предупреждение а если не так скоро приду к тебе и сдвину святильник твое место его если не покаешься ну какое место у нас у меня допустим место епископа у вас место диакона у вас там место кого там место молитвенника то место и здесь не столько речь идет о погибну или спасение потеряю что место твоего сдвину поставлю другого поставлю другого который будет по другому вести дело у святильника есть место свое определенный уровень и пусть Господь нас благословит для того чтобы мы могли все то что мы сегодня слышали притворить в жизни проверить себя и это будет очень важно для дальнейшего нашего пути для дальнейшего